Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я с вами поделюсь рецептом банановых панкейков. Какие ингредиенты нам нужны для сегодняшнего рецепта? Мука, яйца, которые я заранее отделила на желтки и белки. Бананы, я их заранее перетёкла вот в такое пюре. Тёплое молоко, немножко спиртного я взяла, амаретто. Если вы против спиртного в выпечке, можете этот ингредиент не добавлять. Растопленное сливочное масло, сахар, сок лимона, цедра лимона, разрыхлитель и ванилин. Сначала подготовим сухие ингредиенты. В муку добавляем разрыхлитель и ванилин. И это хорошо смешаем. Молоко, как я уже сказала, для этого рецепта нам понадобится в тёплом состоянии. Я нагрела заранее. И сливочная масса тоже нам понадобится в растопленном виде. Сухую смесь пока оставлю в сторону. К белкам добавлю сок лимона и взобьём белки с лимонным соком до пышности. Вот такая белковая пена получилась. Постепенно вводим сахар. После того, как добавили сахар, белки взобьём до мягких пиков. Сюда добавим лимонную цедру и взобьём ещё около одной минуты. Вот такие взбитые белки у меня получились. Миксер вам больше не нужен. Это пока оставлю в сторону. В такой глубокой посуде соединяю яичные желтки с молоком. Сюда добавлю растопленное сливочное масло и сюда добавлю банановое пюре. И эту массу погружным блендером пробью до однородного состояния. Получается вот такая красивая однородная масса, жидкая. Теперь эту жидкую массу добавлю ко взбитым белкам. Добавляем потихонечку, чтобы белки не потеряли воздушность. Теперь сюда добавляем муку. Обязательно просеиваем. И муку добавляем не всё сразу, а частями. Перемешиваем аккуратно. Добавляем очередную порцию муки. Муки может уйти чуть больше или чуть меньше, чем я указала в рецепте. Поэтому, если вы заметите, что у вас получается густое тесто, по текстуре не похоже на моё тесто, то добавляйте немножко тёплого молока. А если получается жиденько, то конечно добавьте немножко муки. У нас должно получиться гладкое тесто без комочков. Непромешанной муки в тесте не должно быть. Вот такое замечательное воздушное тесто получилось. И теперь в конце сюда добавлю немножко амаретто. Я добавила всего две столовые ложки. Пожалуй, этого количества хватит. Вот такое тесто по густоте у вас должно получиться. Теперь готовое тесто оставлю в сторону минут на пять, пока я разогрею сковородку. Жарим панкейки на хорошо разогретой сковородке. Перед тем, как пожарить первый панкейк, сковородку надо слегка смазать растительным маслом. Вот совсем немножко, даже незаметно. Жарим панкейки на самом низком огне. Переворачиваем тогда, когда с боков панкейк сухой. Этот панкейк уже готов. Сейчас я переверну обратную сторону. Смотрите, с двух сторон очень красивый, зажаристый. Итак, будем жарить панкейки до конца. Еще один маленький совет. Не кладите горячие панкейки друг на друга. Вот я сделала первую партию. Теперь остальное буду класть сюда. Я уже пожарила последний панкейк. У меня получилось 14 штук. Отключаю плиту. Вот такие панкейки у меня получились. Я их подам с апельсиновым джемом. Можно подать со сгущенным молоком. Можно подать с разными сиропами. Это по желанию. Теперь я хочу один порвать и показать вам текстуру. Этот рецепт хорош тем, что вы можете использовать перезрелые бананы, которые уже потемнели и вы не хотите их есть. Так и я сегодня поступила. У меня были залежалые бананы. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Делитесь моими видео в социальных сетях. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения, мирного неба и до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok